Район Докучаева. Ровно год назад на этом месте стоял детский надувной батут. В преддверии лета ничего не предвещало беды, дети резвились, а взрослые даже не представляли, чем может обернуться обычная детская забава. В тот день два ребенка оказались в реанимации. От взлета батута пострадали девочки 3 и 4 лет. Их буквально выбросило на трамвайные пути возле аттракциона. В результате у обеих черепно-мозговые травмы и переломы. Родители говорят, 30 мая день, который они навсегда хотели бы вычеркнуть из своей жизни. Жизнь в семье разделилась на до и после. То есть несмотря на то, что самые тяжелые травмы мы пережили, сейчас идет все равно еще процесс реабилитации. И он займет даже не один год. Потому что по неврологии последствия будут непредсказуемы. По травме, по ножкам неизвестно, будет ли еще одна операция. К тому же это девочка. То есть перелом таза сказывается в любом возрасте. И если на Докучаево прыгать теперь негде, то в 300 метрах от рынка можно здорово оторваться. И от земли тоже. Потому что про ГОС здесь руководители аттракциона, наверное, не слышали. По словам нашего эксперта, ограждение сделано для отвода глаз, крепление не натянуто. И вообще, по нормативам, к одному бетонному блоку должно быть не более двух узлов. Однако на одном балласте у нас располагается пять узлов. Соответственно, если мы в совокупности их суммируем, это получится 800 килограмм на одну точку. Вес бетонного блока ФБС составляет порядка 485 килограмм. Соответственно, мы можем сделать выводы, что данная точка крепления не соответствует по нагрузкам. Ребенка бы своего опустили здесь? Да нет, конечно. За порядок на аттракционе отвечает девушка-кассир. К слову, в случае что, здесь она одна. Администратора или отвечающего за техническую часть тоже нет. Могли бы рассказать, какая документация у вас есть на батут? У меня никакой нет. У села начальства, у администраторов, у начальников. А при сборке ежедневной вы какие-то проверки осуществляете батута? То есть есть какой-то регламент вообще в целом какой-то? Вы инструктаж или обучение проходили, то есть у работодателя? Нет. К использованию батута есть целый ряд требований. Одно из них – обязательное наличие у наблюдателя анимометра. Это прибор для измерения скорости ветра. Но под рукой у кассира его не оказалось. А зря. Прям на главной странице официальный прогноз погоды. Вот на сегодняшний день, 30 мая, да, ветер западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Как правило, ограничение на использование батутов – это 10 метров в секунду. То есть этот уже нельзя использовать батут? Нет, нет, сегодня точно нельзя. Это уже другой батут возле торгового центра. Ситуация та же. Документов у оператора на аттракцион при себе нет. Никаких записей об установке тоже не делается. Зато есть другой журнал. Мы записываем ребенка, во сколько он заходит, во сколько он должен выйти. Ну, сумма, на которую он заходит. Однако в остальном все не так страшно, говорит эксперт. Крепления натянуты, ограда присутствует, хотя и есть отклонения от ГОСТа. Нашелся и анимометр. Замеряется скорость ветра. Если 6,8 метров в секунду, то открываться мы уже не можем. То есть сейчас, как мы видим, ну, 2-4, да, бывают порывами. То есть в такую погоду мы можем работать спокойно. По словам операторов, в день на такие батуты приходит полсотни детей. Родители пытаются проверить безопасность тракциона на глаз, но никогда не спрашивают о документах. А по словам эксперта, делать это нужно. Слишком уж большой беспорядок в батутном бизнесе. Зачастую ни местным органам власти, ни контрольно-надзорным ведомствам просто неведомо появление аттракционов. Их работа фактически никак не регулируется законодательством. Тем временем алтайские депутаты предложили ужесточить ответственность для владельцев аттракционов и внести новое административное правонарушение за неправильную эксплуатацию тех же батутов. Однако на федеральном уровне ответа пока нет. Анара Шегирова, Дмитрий Денисов. День с толком.